Продолжение следует... У нас есть время задать вопрос Леониду Олеговичу, кто хочет. Я для начала позвольте. Конечно. Леонид Олегович, вы используете лазерное воздействие вместе с препаратами фотодинамической терапии или в чистом виде? Нет, без. Этот лазер, он может реализовать эллипс, вот этот без всяких добавок. А длина волны? Может, мне коллеги подскажут, я не знаю. А есть коллеги? Ну, красная... А, то есть диапазония 800-900? Да, да, да. Неодимовый, да, лазер там? Да. Понятно, спасибо. А вот тогда по поводу лазерной абляции еще вопрос. То есть если образование 3... Как вы считаете число аппликаторов, которые нужно? То есть какая формула? То есть если образование, допустим, 2 сантиметра, 3 используете или 2? Да, отличный вопрос. Есть у производителей такая формула, где написано, сколько нужно вводить. То есть там довольно четко это определено. 3 сантиметра, это будет 2 аппликатора точно. Я понял. Хорошо, есть еще вопросы, коллегик? Вопросов нет, все понятно, очень интересно. Спасибо огромное. Спасибо. И мы тогда двигаемся дальше. И следующий у нас доклад, тоже крайне интересная тема. Московский клинический научный центр Логинова, ведущий специалист этого центра, Мелехина Гульгуля Вячеславовна, поделится своим опытом по лечению опухоли почек. Метод дам радиочастотной абляции. Показания, трудности, результаты. Ольга Вячеславовна, вам слово. Добрый день. Для начала хотелось бы поблагодарить организаторов Конгресса. Большое спасибо Павлу Васильевичу за приглашение. На самом деле у нас не такой большой опыт. Не по 200, как докладывает люди, не по 1000. Значит, почки мы начали делать приблизительно в 2015 году, когда наши урологи решили, что некоторых больных они не очень хотят оперировать. Так, а у нас? Ага, нет, все правильно. Извините. Итак, виды рака почки всем известны. Наиболее агрессивной формой является светлоклеточный рак. Он уже занимает 75% от всех видов рака почки. Ну, рекомендации в современные, вот как в 2022 году здесь представлен слайд, но то же самое ничего не изменилось по НССН и сейчас. Рекомендуемый метод лечения, естественно, остается хирургический. Резекция либо радикальная нефрактомия. Однако, это все связано с тем, что в настоящее время отсутствуют вообще любые рандомизируемые и контролируемые исследования по этому поводу. Альтернативой резекции нефрактомии является либо активное наблюдение, как мы все знаем, да, когда могут наблюдать в течение всего времени, либо это абляция. Абляция в настоящее время утверждены только два варианта. Это радиочастотная абляция, по всем рекомендациям, да, и криоабляция. Остальные только в рамках клинических исследований. Используется, соответственно, при размере до 3 см. У ослабленных пациентов, как мы видим, она не стоит только как альтернатива, да. Это пациенты с прогнозированной продолжительностью жизни меньше 5 лет или с тяжелыми заболеваниями. Здесь мы также видим, да, то же самое поэсмо у нас. Ослабленные пациенты с нарушенной функцией почек после резекции. Единственная почка. В 22-м году у нас вышел впервые алгоритм планирования абляции, так называемый Ablate Protocol, да, при планировании абляции при раке почки, который в себя включает несколько факторов по первому названию, да. Это осевой диаметр опухоли, близость к кишечнику, расположение внутри почки, примыкание к мочеточнику, контакт с клетчаткой поточного синуса и, наконец, экзо- или эндофитное расположение. Начнем с самого простого. Я немножко просто прогуляюсь по этому протоколу. Возможно, не все его знают. Осевой диаметр опухоли, все неудачи местного лечения связаны с увеличением размера. Это все знают, потому что у нас есть ограниченная зона абляции. Частота кровотечения также возрастает с увеличением размера. Если опухоль имеет диаметр больше 3 см, нужно рассмотреть возможность, выбор будет, это криоабляция либо микроволновая абляция. Сейчас она уже начинает потихоньку входить. Вот впервые она начинает в облейте уже, в планировании абляции появляется МВА уже как рекомендуемая тоже методика. Если больше 5 см, впервые появляется такая замечательная фраза, как «возможно, предварительная эмболизация». Мы это видим впервые. Близость кишечника, соответственно, повреждение кишечника возможно при боковых и переднем расположении. Боремся с этим, либо положением, меняя положение тела пациента, отдавливая, либо же используя различные методы отодвигания гидродиссекции. Расположение внутри почки. Абляция может быть выполнена безопасно и эффективно практически при любых расположениях на самом деле. Здесь они дают заднюю и боковую поверхность почек, наоборот, абсолютно безопасная задняя поверхность. Так, что может потребоваться? Гидродиссекция, опять же, при переднем расположении. Передне-боковое тоже самое может потребоваться через печеночный доступ в правой почке и верхний полюс. Ну, здесь, в принципе, тоже все понятно, кто занимается, хорошо это знает. Защита, если расположена в области надпочечника, может потребоваться, естественно, эндотархиальный наркоз, контроль давления, использование альфа-блокаторов. Мочеточник, различные варианты защиты, если близкое расположение к мочеточнику, там, до одного сантиметра или к собирательной системе. Возможно использование стента и перфузии. Контакт с клетчаткой почечного синуса. Ну, это считаются в настоящий момент, это считаются те опухоли, которые обычно идут либо на резекцию, либо нефрактомию. Они крайне сложны при абляции центрального расположения. Обычно рассматривают в таких случаях вариант именно криоабляции с защитой как раз жизненно важных структур почки. Ну, все знают, опять же, экзоэндофитные. Эндофитные наиболее, наименее, скажем так, доступны. Почему? Потому что мы, во-первых, их плохо видим. У нас в большинстве случаев эти образования, если они не выступают над капсулой, плохо визуализируются, то мы их можем промазать, извините за жаргонизм. Используется обычный либо метод слияния изображения, либо используется КТ-навигация. Как я уже говорила, в настоящее время отсутствуют рандомизируемые контролируемые исследования. Именно поэтому абляция, хотя многие уже предлагают, вводить его как метод лечения, такой же, как резекция почки. Вот мы видим по случаю контроля, популяционные исследования, да, вот самая большая выборка, больше 10 тысяч пациентов включала. Посмотрите, резекция почки против абляции, разницы нет никакой, если используется абляция у отобранных пациентов. То же самое остальные исследования. Общая выживаемость при Т1А, естественно мы говорим о Т1А, она не отличается. Достоверно меньше осложнений и сохранена в большей степени функция почки, чем при резекции. Какая, вот по данным всех исследований, средняя эффективность от до, да, средняя температура по больнице при Т1А и Т1Б. Первичная эффективность от 94 до 98 процентов при Т1А и при Т1Б от 80 до 97 в зависимости от исследований включенных. Вторичная эффективность 100 процентов при Т1Б и 99,1 при Т1А. Локальное прогрессирование до 5 процентов при Т1А и до практически 40 процентов при Т1Б. Осложнения, соответственно, тоже. Если эти границы превышаются, рекомендуется пересмотреть работу оператора. Если локальное прогрессирование при Т1А превышает 6 процентов, рекомендуется пересмотр работы оператора. Мы поделимся своим небольшим опытом, сейчас уже не 65, сейчас уже больше, плюс мы сюда не включили микроволновой абляции, потому что у нас всего их три, чистая радиочастотная абляция, 65 пациентов. Как вы видите, мужчины и женщины преобладали у нас женщины, возраст был от 41 до 83 лет, а теперь обратите внимание на категорию наших пациентов. Вот смотрите, с хронической почечной недостаточностью, которая только на гемодиализе, это практически 10% пациентов. Индекс массы тела тоже примечательно, да, мы все знаем, что высокий индекс массы тела, ожирение, это предполагающий фактор для рака почки, вот наш средний индекс массы тела, то есть все пациенты большие, очень большие. И КОК, то есть 0,1 только 5 пациентов, все остальные были 2. Как минимум, всех остальных намурологи не отдают, они оперируют их сами. По локализации мы взяли стандартный Азлас Неттера, по сегментам поставили цифры. Вот получилось, что у нас как раз чаще всего встречался именно задний сегмент. В принципе, для нас это очень безопасно и очень удобно. На втором месте у нас нижний сегмент был, да, верхний полюс, верхние сегменты в 11 пациентов, и передний верхний 8, и нижний передний 9. То есть они наиболее сложны для нас, потому что близко к кишке нужно делать либо гидродиссекцию, либо работать в положении на боку, что не очень бывает удобно. Значит, левая и правая почка достоверно не различались. Ну, как мы выполняли, это опять же наша печаль и боль, потому что у нас в КТ отсутствуют газы. Мы не можем выполнять ничего в КТ, поэтому у нас вся навигация была ультразвуковая. От этого вы увидите по результатам один пациент, к которому мы просто не попали при полностью интерпринхематозном расположении опухоли. Зона абляции в одном месте, а опухоль в другом. Вот те, которые при ультразвуковой навигации бывают очень плохо видны, потому что мы, предположим, смотрим изначально на экспертном аппарате, а делаем уже на другом аппарате. То есть здесь свои какие-то сложности. Анестезия при положении на животе, конечно же, это эндорхиальный наркоз. При положении на боку это может быть внутривенная анестезия. По размерам. Как вы видите, более 40 мм у нас было всего 2 пациента. От 30 до 43. Ну, конечно, наши оптимальные размеры от 15 до 30. 40 пациентов. И 20 пациентов до 15 мм как раз вот та группа пациентов, когда нужно увидеть это образование. Это достаточно маленькое образование. Смотрите, неполная абляция. Вот у нас неполная абляция при нормальном размере, да, от 15 до 30. Мы получили у одного пациента при интерпринхематозном расположении. Дальше мы получаем, соответственно, когда превышаем размеры, заявленные для абляции. То есть больше 30 мм у нас 2 рецидива. 2 неполных абляции. 2 неполных абляции, да. И, соответственно, первичная эффективность напрямую от этого зависит. Да. При размере до 3 см она достигает 100%. Дальше. Какие у нас были осложнения? На самом деле их было очень немного. Были гематомы. Никому не потребовалось никаких повторных вмешательств. Даже через кожных. У одного пациента был импульсионный метастаз спустя 3 года в клетчатке. Мы его точно так же выжгли. Мочевой свеч тоже у одного пациента, близко к ЧЛС. Был мочевой затек вокруг почки. Дренирование. Все разрешилось консервативно при помощи наших рентгенхирургических манипуляций. И у одного пациента с повреждением связана веточка нерва, парастезия и поясничная область, которая сохранилась 3 месяца. Среднее время наблюдения наше составило 71 месяц. Умерло 8 пациентов по разным причинам. Они связаны с прогрессированием основного заболевания. Теперь мы немножко, два слова буквально скажу о комбинированных вмешательствах. Как бы как раз в печени это используется, а это гиперваскулярное образование. Просто само собой напрашивается использовать сразу комбинацию. Трансартериальную эмболизацию. Да, и одновременно с деструкцией. Какую-либо там, РЧА, МВА, КРИО. Результаты все очень хорошие по публикациям. Но публикаций на самом деле не так много. Они все выборки до 60 пациентов максимальные, которые я искала. Интервал между двумя процедурами от одного дня до нескольких дней. Ну вот, мы сейчас вот сделали, да, двух пациентов. При этом у нас показаниями было либо центральное, либо эндофитное расположение. Размер больше трех сантиметров. Техника, конечно, это эндрохиальный наркоз. У нас была масса проблем, потому что мы никак, у нас с длинными катетеров никак не складывалось. То есть у больших пациентов мы хотели, соответственно, доступ либо лучевая, либо тибиальная артерия. Ну, наиболее безопасная. Но при этом наши длины не позволяли. Максимальный размер 125 нам не всегда хватало. И оптимального кончика катетера тоже не было, потому что мы не находили КОБР 125. Вот. И, соответственно, значит, изначально что мы делали? Заход в артерию. Затем до того, как мы выполняем ангиографию, мы устанавливаем в опухоли электроды. Сколько надо. Затем уже заходим в почечную артерию, селективно конюлируем опухоль, мы выполняем эмболизацию. Обычно мы используем масло. Почему? Во-первых, мы можем очень четко в таком случае определить позицию электрода. Повернуть, посмотреть, мы сразу видим, насколько хорошо он стоит. Во-вторых, мы видим по отношению к сосудам сразу очень хорошо расположение электрода. Да, и выполняя абляцию уже насыщенной опухоли маслом, мы получаем большую зону некроза. Ну, точно так же, как в печени, по большому счету. Смотрите, вот это вот один из пациентов. После резекции уже выполненной почки центральное расположение опухоли. Здесь смотрим внимательно. У нас остается липиадол в опухоли. Она не растет. Видна зона инфильтрации от большего диаметра электрода. Это был натив. Теперь артерия. Ничего не копится. Прошло 6 месяцев. Этому пациенту изначально планировали с учетом локализации нефрактомия. Что говорить о биопсиях? Тут тоже немножко поделимся своим маленьким опытом. По всем рекомендациям образования свыше 1 см подлежат биопсии. Получать не меньше двух столбиков, использовать их 17 иглы. Надо у нас приблизительно 20% по данным литературы. Это доброкачественных образований. Диагностическая ценность чрезкожной биопсии свыше 90%, 92%. Чувствительность 99%, специфичность 93%. Частота осложнений от 0,5% до 6%. Биопсия выполняется при увеличении размера больше 1 см. Но это все рекомендации. Что получили мы? К сожалению, мы хотим сказать, что у нас информативность при размере от 1 до 1,5 см всего 50%. То, что нам дают. Причина неудач – это малый размер, эндофитное расположение, подвижность почки и условия, соответственно, визуализации, что мы все выполняем под УЗИ-контролем. У всех остальных достигает достаточно больших процентов. И в заключение. Информативность биопсии образования до 1,5 см все-таки недостаточно. Биопсию абляции можно выполнять как одновременно, так и в два этапа. При появлении более убедительной и доказательной базы, что имеется в виду под рандомизированными и контролируемыми исследованиями, которые мы призываем, все-таки это будет входить на первое место наши методы при размере до 3 см. И выполнение абляции должно выполняться только опытными специалистами. Спасибо за внимание. Извините, выбилась из регламента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова